Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Записываю звук на айфон, поэтому звук будет хуже, чем обычно. Но с этим вопросом я сейчас разбираюсь и в скором времени все будет хорошо. Я понимаю, ты любишь позитив, но мне придется говорить как есть. Все не совсем хорошо, скажем так. Давай проанализируем все, что нам стало сегодня известно. Сегодня мы снова получили обновление по экономическим показателям. И речь не только об индексе потребительских цен CPI, который снова оказался выше прогноза и составил 8,6% за май месяц. Нет, сегодня я увидел информацию куда более ужасающую. Например, индекс настроения потребителей или инфляционные ожидания и другие экономические показатели. Все они просто ужасны. Но мало того, они еще и ухудшаются с каждым месяцем. Почему-то каждый раз, когда я не могу снять видео по тем или иным причинам, на рынках все становится еще хуже. Я постараюсь больше вообще не пропадать. Возможно, это поможет. Итак, вернемся к настроениям потребителей. Прогноз по этому индексу был 58,4 пункта в прошлый раз. Затем ожидалось, что он получится около 58 пунктов. Какой же фактический показатель? 50,2 пункта. Что намного, намного ниже прогноза. Абсолютно ужасный промах по прогнозу, что воспринимается рынками негативно. Кстати, если индекс настроения потребителей ниже 50, это очень плохо для рынка. Это значит, что на рынке больше расстроенных, чем счастливых людей. А мы имеем фактический индекс 50,2. Почти 50, что очень-очень рядом с крайней депрессией в экономике. И на рынках в том числе. Еще один интересный экономический показатель – это текущие экономические условия. Как понятно из названия, он отображает положение дел в экономике прямо сейчас. Ожидалось, что за май он составит 62,9 пункта. Если что, в апреле он составлял 63,3 пункта. Какой же фактический за май? Аж 55,4 пункта. Это катастрофа. Далее, годовые ожидания от инфляции. Тут тоже все ухудшилось. В апреле ожидали годовую инфляцию на уровне 5,3%. Но сейчас ожидания увеличились до 5,4%. Это что касается годовой инфляции. Для инфляции в следующие 5-10 лет прогноз тоже ухудшился. Ожидали 3%, теперь уже 3,3%. Теперь обрати свое внимание на ожидания потребителей от рынков. В апреле этот показатель составлял 55,2 пункта. Прогноз на май был 55,3. Но на самом деле фактически оказался 46,8. Это слишком ниже прогноза, что приводит к панике инвесторов. И мы это видим прямо сейчас на различных рынках. Фондовых, криптовалютных и рынке биткоина. Но я хочу показать тебе еще кое-какие графики, которые говорят прямо и четко о грядущей катастрофе в экономике. Начнем с коэффициента безубыточной инфляции. Это, грубо говоря, ожидания рынка от будущего инфляции. Сегодня этот показатель достигал 3,6 пунктов. Интересно, что в марте-апреле он начинал снижаться. И все подумали, что пик инфляции пройден. Но нет. Совершенно нет. Огромный всплеск прямо сейчас разрушает все надежды. Но знаешь, что еще интересно? Не то, что все промахнулись со своими прогнозами насчет будущего инфляции экономики. Но то, что потребительские ожидания от инфляции растут. И то, что опрос этих ожиданий был проведен до того, как вышла последняя свежая информация про инфляцию. То есть такие истории про худшую инфляцию и рецессию в истории человечества от известных миллиардеров даже не влияли на ожидания потребителей, потому что они случились уже после. Кроме этого, фактические цифры оказались даже хуже. Это то, что я называю катастрофой. Затем, десятилетние облигации снова преодолели рубеж в 3% и достигли 3,17%. А это означает, что прогнозы про худшую рецессию в истории также могут оправдаться. Если доходность этих облигаций держится выше 3%, это считают сигналом рецессии. Но теперь немного злости. Есть тут один график, который говорит нам о еще большей проблеме. Готов его увидеть? Посмотри на него. Это график индекса потребительских цен за каждый месяц. Обрати внимание на то, как он выглядит. Эта кривая перевернутая парабола здесь – это среднее значение CPI, которое давали экономисты для этого индекса. Ось Y здесь отображает количество экономистов, а ось X – их прогноз для CPI. Вот где все экономисты прогнозировали значение CPI. Но вот где оно оказалось фактически. Давай посмотрим еще индекс потребительских цен для продовольствия и энергорынка, то есть Core CPI. Мы также видим, что все прогнозы находятся здесь, в районе этой параболы. А фактически CPI оказался здесь. Гораздо хуже ожиданий всех экономистов. То же самое мы видим и на годовом графике CPI. О чем это говорит? Да о том, что экономисты, которые должны были быть гениальными, умными, знающими о том, что они делают, это те люди, которые должны были говорить нам о том, что за дичь происходит на этом рынке. Все они ошибаются. И ошибаются постоянно. И поэтому это наблюдение увеличивает вероятность того, что всякие предположения окажутся в итоге правдой. Например, о том, что ФРС США в следующий раз повысят ставку на 50 или 75 базисных пунктов. И даже есть шансы на то, что ФРС США проведет срочную встречу и повысит ставки сразу на 100 БП, то есть на 1%. Представь, что будет с рынками тогда. Что еще хочу показать, если мы говорим о процентных ставках? Это прогнозы на то, какими будут эти ставки под конец этого года. Здесь интересные изменения. На прошлой неделе рынки ожидали, что это будет от 2,5 до 2,75%. Рынок давал шансы на этот сценарий около 33%. Но сейчас эти шансы упали всего лишь до 2%. Зато аж 37% шансов дает рынок, что ставки будут от 3 до 3,25% к концу этого года. Если что, сейчас эта ставка составляет 0,77%. То есть рост будет составлять больше, чем в 4 раза. Скорее всего, это плохо для рынков. Кажется, дно еще впереди. Но я хочу показать тебе кое-что позитивное для биткоина. Есть инвесторы, готовые держать его, несмотря ни на что. В первой колонке ты увидишь крупнейшие кошельки биткоин-инвесторов. Это компании, которые купили его в декабре 2020-го. Например, микростратегия, сквер, тесла и так далее. Во второй колонке ты видишь их же кошельки, только уже в 2022-м. И можешь заметить, что балансы практически не изменились. Большинство компаний, которые купили биткоин в декабре 2020-го, до сих пор его держат. А значит, они верят в его долгосрочную перспективу. Большие компании, которые имеют вес в этом мире, держат биткоин. И продолжают верить в него. Это ли не тот позитив, который нам так нужен прямо сейчас? На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируя. Обязательно, Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok